Уважаемые студенты и обучающиеся, сегодня наша тема Данного падежа в русском языке нету, чтобы передать грамматическое значение этого падежа В русском языке существуют предлоги из, от В казахском языке таких вообще предлогов как таковых не существует Но зато есть очень много, не очень много, а 7 видов падежей, которые помогают дать грамматическое значение Этих предлогов Исходный шерсептек, как вы видите от слова шерс, от слова шеру, выходить На русский язык мы переводим это как исходный падеж Он употребляется тогда, когда мы говорим, когда мы указываем на то, откуда начинается действие Например, я приехал, откуда я приехал, из Алматы Если в русском языке мы скажем предлог употребим из, в казахском языке это будет дан И еще второй случай, когда мы используем шерсептек, это тогда, когда мы указываем на материал, из которого сделан предмет Из чего изготовлен какой-то определенный предмет У нас есть по закону сингармонизма несколько фонетических вариантов Это три группы, и каждая из них состоит из твердого и мягкого варианта Нан нен, дан ден, тан ден Нан нен мы употребляем тогда, когда слово заканчивается на м, 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 м Сонорные звуки И когда слово заканчивается на тавельдых жалгау, о котором мы с вами уже говорили Именно третьего лица Приведем пример Алтын золота Алтыннан из золота Менің сырғам алтыннан жасалған Мои серге сделаны из золота Мои украшения И не бойтесь того, что звук у нас удваивается То есть если слово заканчивается на м, вторая м никуда не дьется От окончания удваивается, и при произношении это тоже заметно Вот теперь это вот об этом идет речь Кала город Чей-то город Либо мы употребляем кала с притяжание третьего лица Когда мы говорим о названии этого города Заметьте Здесь твердые два слова Алтыннан кала сна Твердое окончание Уэскемин мягкое слово, мягкое окончание соответственно Вторая фонетическая группа это дан ден Тогда когда слово заканчивается на данный сонорный Это Р, Л и У И когда на два звонких звука Ж, З, В них немного больше звона, чем в остальных звонких Поэтому они всегда больше находятся рядом с сонорными звуками Мы сало КЩЩЕ Это когда у нас слово заканчивается на гласный Мы сказали КЩЩЕ ДЕЙН Слово мягкое КЩЩЕ Когда слово наше заканчивается на сонорный КЩЩЕ КЩЩЕ ДЕЙН Және Примеры здесь не привелимы Когда слово заканчивается на жызы Мысалы КЮЗ КЮЗДЕН КЮЗДЕН Осень КЮЗДЕН От осени Мин КЮЗДЕН ШАРШАДАМ Я устал от осени КЮЗДЕН Тогда когда слово у нас заканчивается на КАТАН КАТАН Это глухой звук И когда слово наше заканчивается на остальные звонки Кроме Ж, З Это Б, В, Г, Д Соответственно, так же, как в русском языке Когда они стоят в конце слова, они оглушаются Что не происходит, например, в английском языке Звонкие оглушаются Мысалы ОСПАНОВ ВОДИМИМС БИС АЙТХАНГЕЗЕВ ВОДИМС ОСПАНОВ Соответственно, раз уж он глухой В произношении мы добавляем ТАН ТЕН Вот так можно это логически объяснить То есть к глухому мы добавляем глухой звук ОСПАНОВ ТАН Раз уж твердое ЖУМОС ТАН Обратно твердое заканчивается на глухой ЖАНИ МЕКТЕП ТЕН Мягкое заканчивается на глухой звук Назар Лар Назгар Ахмед Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok